С вами Павел Бирюкович и компания AQUILON PRO. Сегодня мы находимся на нашем объекте. Мы строим энергоэффективный дом площадью 164 метра квадрат. Это дом из газобетона. Дом простой формы, имеет рациональную планировку. Вот так выглядел дом на стадии проектирования и визуализации. Дом проектируется как энергоэффективный, с утеплением пола первого этажа 150 миллиметров. Стены наружные газобетон 400 до 150 утепления. Утепление потолка второго этажа 150 миллиметров по перекрытию. Плюс утепление холодного чердака 200 миллиметров. На отопление такой дом будет потреблять до 1500 киловатт часов в месяц. А при использовании теплового насоса, эту цифру можно будет сократить в 3-4 раза. На первом этаже находится просторная прихожая, большая котельная под установку теплового насоса с теплоаккумулятором и бойлером, санузел, кухня и гостиная, спальня и лестница на второй этаж. На втором этаже находится санузел и 4 комнаты. Также по желанию заказчика сделан большой чердак на перспективу, как помещение для игр и для хранения вещей. Вот так выглядит дом снаружи. Сейчас он утепляется. Для утепления используется инновационный материал концерна БАЗ под названием неопор. Цоколь утеплен толщиной 10 сантиметров. А стены утепляются толщиной 150 миллиметров. Перед тем, как утеплять стены, газобетон выровнял. Все стыки между плитами утеплителя изолируются с помощью клея пены. Полочка получается герметичная. Площадь южного ската кровли 70 квадратных метров, чего достаточно для установки 10-12 киловатт фотоэлектрической станции. Возле дома будет терраса. Дом утепляется специальным пенополистиролом, который содержит в себе графит и на 20% теплее, чем пенопласт, а также имеет степень горючести Г1, то есть не поддерживающей горения. Листы пенополистирола толщиной 150 миллиметров. Мы клеим специальным клеем под гребенку. Все торцы между листами обязательно склеиваются с помощью клея пены и герметизируются. посмотрим, какой дом внутри. Дом с максимально рациональной планировкой. Толщина стены 400 и 150 утеплений. Здесь у нас будет котельная. Здесь небольшой шкаф. Прихожая. санузел. Лестница на второй этаж. комната-кабинет. гостиная с кухней. Забор воздуха для камина производится снаружи. Для максимальной пароизоляции стены штука-кабинет. 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 Оставлены каналы под приточно-вытяжную систему вентиляции. Поднимаемся на второй этаж. На лестничной площадке будет окно. На втором этаже находятся четыре комнаты. Дом. Спальня. Детская. Санузел. Гостевая комната. Перекрытие первого и второго этажей панели. Перекрытие. Вставлено технологическое отверстие под вывод коммуникации и вентиляционных труб. Небольшой санузел на втором этаже. Еще одна комната. Технологическое отверстие под систему вентиляции. Вот так, друзья. Мы вам показали наш энергоэффективный дом в процессе строительства. После установки окон и дверей будет проведен благородор-тест, который покажет возможные грехи и позволит их устранить на стадии отделочных работ. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. Спасибо.